Добрый день, девочка, всем! У нас, как видите, светит солнышко, хорошая погода, ночь была ужасная, снились какие-то кошмарные тяжелые сны, и я решила, что это нужно все перебить состояние общением с каким-то хорошим человеком, которому я сейчас иду в гости. Это тоже моя знакомая, которая любит цветы. У нее много есть от меня растений, а у меня есть много от нее. Вот и посмотрим, как там у нее все растет и цветет. Ну и выманьте опять. Хороший мой любимый район. Надо вспомнить, где дом. И скоро мы будем в гостях. Да, у меня там кабинет. Так, Света, здоровайтесь со всеми. Здравствуйте. Вот. Добрый день. Да, мы в гостях у Света. И тут куча фиалочек, которые у меня не цвели, а тут они начинают цвести. Они все уже переукорененны. Да. Смотрите, видите, что она делает? Вот ее надо уже сажать, а она уже цветет. А, с ума сойти, какие корешки. А у меня почему-то чаще всего загнивают в воде. Нет. Я теперь уже стала укоренять в этом мохе сфагну. Очень хорошо. Ну, не знаю, я даже в другой раз и не меняю эту воду. Да, вот удивительно. Вот какая-то хорошая энергетика, что называется. Отзвевшая моя. Мурайя. Но она, значит, мне кажется, у нее будет здесь не видно. Да, у нее, по-моему, будет... Плод. Плод, да, точно. Ой, какой красивый химонос. Это тот, который от меня приехал? Ну, как же он здесь хорошо цветет, розовенький. Он прямо выдал сейчас это... Какая прелесть. Он очень сильно цвел летом. Какой он хорошенький. У меня хуже они цветут. А этот голубой, который вы мне тоже давали, он сейчас в покое. Он очень цвел так, что мне аж страшно. А вот это что за деревце такое, похожее на бонсай похож? Да, он был бонсай шикарный, но это моей соседке. Она говорит, Света, забери. Я ничего уже не могу с ним сделать. У него была щитовка, ну, вылечила я ее. Ну, красота какая. Вот этот ваш вы мне давали, росточки. Да, замечательно. Растет лучше, чем у меня, честно скажу. Я воткнула и ничего. Поливала просто и все. Вот этот вот, то, что я вам тоже давала. У вас он, по-моему, светлее, нет? Ну, он, да, он может там, но, но, видимо, он у меня был вообще в той комнате. Это сейчас я перес... Это вот все ваши украиненные, ваши, ваши. Им здесь нравится больше, чем у меня. Это вот мой шведский, который я привезла 15 лет назад. Все время его освежаю. Снесу ему голову и, значит, и все. Вот он отцвел. Сейчас он у меня здесь в покое. То есть он отдохнет немножко. А, вот гераника, про которую вы говорили. Вот я вам отдам. Ой, замечательно, какая красивая. Шикарная, да? Шикарная. Вот этот у меня растет неплохо, но у меня нет вот этих боковых ответвлений. Это потому, что я ему прищепила. А, значит, мне тоже надо прищепить, наверное, да? Ну, я не знаю, уже мне тоже так не нравится. Он потом будет клониться, я его буду пересаживать. Ну, к палочке можно привязать. Ну, да, маленький горшок надо, вот я купила, буду пересаживать. У меня он только прямой растет, но прищепленный мне нравится. Гордыня, которая перенесла этот вот клещик паутинный, так он переболел. Сейчас вот это все вот новое пошло растет. Деревце любви, которое у меня погибло почему-то. Да, мне дала соседка, и он так вот хорошо-хорошо принес. Да, если потом будут какие-то отросточки, отсадите для меня, да, отросточек? Конечно, обязательно. Все-то на меня так как-то скоропостижно было громадное дерево, и как будто бы переросло само себя. Слишком может быть большой горшок, по-моему, нет? Ну, может быть, да. Вот у меня вот этот хорошо растет. Да, вот этот, да. Видите, у него начало, у него будет пятигранник. Да. У него будет. У меня также отжелтели некоторые листья почему-то. Да, нижненькие, да, вот они падают. Они вот сейчас буквально, я вчера заметила. И на меня Олег наехал, сказал, ты его слишком поливаешь, наверное, раз листья желтеют. Да, он молоча, это, наверное, не очень будет, это полива, я не знаю, честно говоря, с молоча. Вот этот ваш этот попугайчий хвост, который переукорененный. Вот он сейчас первый раз даст. Сейчас. Вот этот переукорененный, он только отцвел, я оторвала, думаю, пусть он... Вот этот, пожалуйста, только это укоренило, он уже цветет. Здесь надо какую-то такую сделать двухъярусную вот такую полочку, и тогда вот эти с батареи можно убрать. Я уберу, это у меня так летний вариант. Да, и будет красиво, потому что здесь так много. Этот я на выставке покупала, тоже начнется цветать. Это южное окно, кстати говоря, или нет? Это южное, да. Южное. Вот, этот я сама отщепляла, даже не знаю, но и на розовый. Этот покупала на выставке, этот в максиме отщепила. Видите, какой. Зелененький, похож на какой-то зеленый, вот есть зеленая роза, ириш роза или что-то такое. Да, 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 что-то в этом вроде. А что у нас на балкончике? А, вот моя бугенвилля там, красиво. И видите, бугенвилля наша, смотрите, что творит. После шикарной обрезки, я ее так обкармала. Ну да, я вижу, что она сильно обрезана была, да. И посмотрите, что она творит. Ну, ей должно здесь нравиться, потому что раз это солнечная сторона. Мне сказали, что надо опять обрезать, тогда она будет свести, иначе цветов не будет. Не знаю, ну, вот она только зацвела. Ну хорошо, а в природе, там, где она растет, живет, и вот растет, ее же там никто не обрезает. Она вот дикая, растет себе, растет, вьется. Там тоже, ой, нещадно, нещадно их это обрезают, и они вообще, никто за ними не смотрит, они растут сами по себе. Ну, вот сами по себе. Это была палочка, вот такая палочка просто. Ну, надо пересаживать тоже. А это у меня новый метод посадки. Ну, я не знаю, она уже год вот так стоит, я думаю. Значит, плохой метод. Нет, я вот сейчас пересадила, и он что-то пустил. Вот у него есть что-то такое, не знаю, что. В это посмотрела, что вот делает так бутылки. Я мужу попросила, он не взял дырки. И керамзит. Вот. И он сразу вот пустил, вот эта точка пошла у него. Понравилось, наверное, не знаю. Вот. Я вообще по орхидеям, нет, они у меня не очень. О, сейчас покажу. А здесь трептокарпус я мучаю. Мучите. Он у меня погиб, я чуть не плакала прямо. Этот тоже вот загибается, а вот у этого вот у него уже... Да, детки видно. Детки. Ну почему, у этого, по-моему, тоже вот эта детка. Ну, есть, ну, что-то там происходит. Он, я его обстригаю потихонечку, он загибается. А этот вот, я думаю, что может быть, все-таки у меня получится. Я настырная. Хочу, мне так понравился, какой он роскошный, вот этот сорт вечный. Ну, красивый. Очень красивый. Как здесь хорошо, птички поют на этом дереве сегодня, как сумасшедшие. Они готовятся к отлету. Когда вот такая травка есть, я не знаю ее название, и она вот к осени зреет. Они взят эти зернышки, как одуревшие. И они вот готовятся к отлету. И потом одуревают и улетают. Да, они готовятся к отлету, набирают сил. А что вот это такое маленькое, интересное? Это не оторвало возле спицы. Оказалось, что это можно и в комнате, на улице, если жена. Похож на какой-то бересклет или что-то типа такого. У меня тоже название есть. Вот у него вот эти ружки, вот они вот. Из этого цветочек. Такая вот милая, красивая, как перестая ромашка. И красного, и малинового цвета бывает. Это я у Тани. Это я у несчастный цветок. И один раз, когда она сломала руку, я пришла к ней, взяла этот цветок, унесла. Сам цветок я не спасла, он слишком поздно. А это его головы. Но они приросли. Да, драценка, это драценочка, да. Но мне так ее жалко стало, что там никто за ней не ухаживал, видно. Ясне, как так. А в другой комнате есть цветочки? Нету. Все здесь, да? Там мужа комната, туда я не входит. Но здесь очень здорово, вот эта полочка. Мне кажется, вот как раз с фиалочком. Я в Икеа купила. Прекрасно. Это вот в Икеа, да, вот такие? Да, да, да. Отличная для цветов. Ну, шикарно. Да, если к ней... И там есть розеточка, можно действительно какую-то лампочку прикрепить. Можно вот здесь, видите, здесь есть дырочки для прикрепления к стенке. У них вообще все... Да, понятно. Продумано так, да. Продумано прикрепить стенки, чтобы ребенок на себя не перевернул, например. Это правильно. И можно сюда вот прикрепить лампу. Да. Я уже мне муж говорит, давай я тебе прикреплю лампу. Ну, вот. Я говорю, ну, давай попробуем. Да, очень-очень все так. И 10 евро, я считаю, оцинкованная, ей ничего не делается. Да? Она не будет нержавеющей. Замечательно. Хороший очень стеллажик. Да. Есть куда что ставить. Вот. Так что вот такие. Вот такой сад огород. Вот, кажется, немножко, я посчитала, у меня 52 горшка. Серьезно, да? Ну, ничего себе. Это просто окажется... Ну, да, окажется, немного, да. Ничего страшного. 52, кажется, горшка. Но мне муж уже... Я убрала. Там часть была, когда дети, внуки были у меня, были там. Они здесь спали, чтобы они мне тут все не переборачивали. Так он уже стонал. Говорит, я не могу. Я зацепляю, он роняет. Да, давайте чаю попьем. Садить все заваривающие чайки. Хорошо, спасибо. С вареньем. Какая прелесть. А что варите? Да, там что было, взяла яблоки, слива, груша, виноград. Что у меня было, все туда. Здорово. Садила. И все. Тогда она не видела, чтобы вот кто-то варил в тазе, как вареницы. Я варенье. Прямо хочется со мной же теперь это сделать. Но я сейчас чаще делаю, просто раздираю с сахаром и в морозилку. Сейчас вам покажу в морозилку. Это более правильно, конечно. Представляете, это вот надо все съесть. Ой, какая нямка. Как это здорово зимой. Вот здесь все замороженное. Просто размешала малину и сахар. Это еще не все, внизу. Ничего себе. Но это же столько витаминов на зиму. Это же так здорово. Ой, а мои внучки, они мне говорят, замороженное варенье. Да, это прекрасно. Я купила специально тоже баночки, чтобы туда вот что-то такое делать. И в результате баночки стоят, я еще ничего не купила, не перетерла. Но баночки уже есть. Я вот, это уже хорошо. Это хорошо, да. Я вот одноразовые все беру. Потом выкидываю, чтобы там... Раньше я, конечно, варила варенье. Они у меня стояли на лоджии и в зиму. Ну, тогда сахара надо много. А когда замораживаешь, можно ты выбираешь, сколько тебе сахара положить. Ну и замороженные можно вообще и без сахара перетереть. Мухи, мухи задолбали. Вот эти дрозофилы или как они называются? Дрозофилы, такие, которые на продукты садятся, маленькие. Да, ужасно. Просто, я с ними борюсь, я все время по стеклу бабахаю. Вот я уже вижу, они уже сидят. Ну, вот, будем чаевничать. Да, пойдем. Сейчас будем чаевничать. Вкусный чай, кстати говоря. Что за чай черный? Мне понравился. Ахмат, мы пьем пока Ахмат. Я как раз всех спрашиваю, кто какие чаи черные любит. У меня муж только Ахмат, он мне говорит, никакие мы не покупаем. Я больше зеленый, но черный тоже иногда. Такой насыщенный очень вкус, хороший. Ну, попробуем. Дыни, вот купили две дыни, они были зеленые. Мы постояли, да? Я сейчас думаю, ну, вот вы приходите, сейчас как раз разрежу. Посмотрим, как они. Да. А, я думала про ту. Это и люстры тоже. Я вам скажу, сколько ей. 24 года эта люстра. Вот так, вот фарфоровая, да, наверное? Она фаянс со стеклом. Да, фаянс со стеклом. Так что, да. Вот, наверное, много таких старинных вещей у вас. Ну, да, все то, что мы наживали. Мы в этом доме живем 45 лет. 45 лет, да. Да. Так что, так все, мои внучки читали, надо прибираться. Надо все, мне как-то все это самое. Внучки читали, я говорю, ладно, складывайте так. Я уже сама скажу. Русские книги любят очень, они читают. Отрезается маленькую бутылку. Да, и что, и куда, и эту бутылку. Обрезается, разрезается пополам, вот так вот. Да. Верх обрезать, не оставить. Слегка там чуть-чуть открыть. Берется вот так, открывается эта бутылка. Да. И одевается на это место, где вы оборвали лист. Угу. Там нужно оборвать лист, где вы предполагаете его срезать. Одевается эта бутылка, скотчем внизу приклеивается, чтобы она не упала. Потом в эту бутылку засыпается земля. Угу. Вот. Я видела такие способы, да, черенкования интересные. Да. Поливается потихонечку. Она пускает корни. Обрезаете, где вам надо. И у вас верхушка укорененная. Понятно. А так верхушка, она не укоренится. Не укоренится. У кого приживается. Ага, понятно. Я ее и повторно обрезала. И так, и всяк. Нет, она не прижилась ни за что. Ну вот будем знать, как надо размножать лировидный фикус. И обрезать нужно там, где вот самое толстое место. Потому что должна быть толщина, чтобы вот эту вот громадину всю держать. Ну вот. Он сейчас как-то остановился. Рост, 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 рост. А сейчас остановился. Не знаю, что у него. Ну, может, что-то не нравится. Процессы сухие стекло. Они так сейчас красят. Это нужно только взять острое и поцарапать. И тогда будет видно. Потому что я уже увидела. Я что-то красное купила. Я думала, красное стекло. Ну да, бывает так. Это мне привезли из Иерусалима. Вот. Привезла мне знакомая. Там продаются такие разные сувениры. Она мне свечи привезла из Иерусалима. Вот. Что еще тут есть интересного посмотреть? Это ничего. Ничего особенного. Я не люблю много. Это уже много. Я уже там периодически. Мои две доченьки. Вот какие разные. Ну вот. Так и бывает. Хоть в одной семье всегда... Дети обычно разные. Всегда разные. Не знаю, с чем это связано. Эти чашечки тонкостенные. Эту купила в секунде. Вдруг, не знаю. Кто-то, видимо, как-то именную делал. И потом сдал. Это ленинградские. Это тоже ленинградская. А дуванчики. Красивые. Милые, да. И я тоже. Вот хочу, да, в Хопан сейчас дойти. Посмотреть, что-то мне как-то так... Опять какое-то желание какую-то... Или чашечку купить, или что-то такое. Для понятия настроения. Что-то ничего. Книги, книги, книги. Хотя я отнесла в школу очень много книг. Очень много в школу отнесла. Вот. А все равно полно. Но мне, когда сестра умерла, у меня много книг досталось от нее. Но она не так... Она из Индии? Она из индийского магазина. Да. Еще в Москве. Наверное, из Индии все-таки. Нет, но это индийский, конечно. Нет, это точно... Это в Москве я купила в индийском магазине. В каком году? Интересно же историю узнать. Так. Сейчас я вам скажу. Это, наверное, лет 35 назад. Это точно. Я расскажу Олегу. Ему очень понравится такая история. Лет 35 назад. Тогда это было так модно. Все так хотели этого... У меня еще одна из черная. Мне ее тоже подарили. Интересно. Сколько она в те годы стоила? Лет 35 назад. Скажу 40 рублей. Да, это дорого, кстати говоря. Да, эти вещи были дорогие. Да, это дорогая ваза. Спасибо за подарок. Такая классная. Если что, и от грабителя можно отбиться. Да, запросто. Запросто. Да, взять так за ручку. Я ставила в нее цветы. Очень хорошо. А, то есть можно ставить, да? Она не протекает, ничего? Она... Ну, ей не нравится вода, потому что вот это... Это латунь или вообще что это? Да, латунь. Латунь. Это сама покрашена, но втерта. Она портится, конечно. Ну да. Ну она, да, она не предназначена для... Нет, она не предназначена для... Это как украшение. Сухие можно поставить. Ну, бывало такое, что мне приносили много цветов и некуда было поставить. Я ставила там, конечно, красиво. Там один цветочек или там три тоненьких. Мне кажется, какая-то веточка с красными листиками. Даже искусственная веточка, но именно с листьями клеона или чего-то такого. Наверное, будет очень красиво. Физалис. Да, физалис, да, будет красиво. Да, красиво смотрится. Вот, буду искать какой-нибудь... Очень изысканная такая. Прямо как девушка индийская. Лампу хотите, могу тоже. Ну, куда уже... Я уже тут... Да, я собираюсь вхопанать сейчас со своей лампой. Ну, вот так считайте, чтобы скользили. Да, со своей лампой и с вазой, со своей... Да, считайте, чтобы скользили. Ну, вот так. Такие у нас гостевания. А сейчас хочу сходить вхопанать, посмотреть, что там есть интересного. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, вот я иду, покажу вам быстренько покупочки из хопана. На этот раз как-то прошлась по глине, разным глиняным изделиям. Потом подробнее, может быть, покажу, расскажу в воскресном отчете. А сейчас перед вами то, что помогло мне окончательно забыть о моих ночных кошмарах. Отвлекло меня и доставило массу хорошего настроения. Это такой вот чайничек глиняный. Очень приятные окраски, такой кругленький, позатенький. Замечательный для чая. Это такая глиняная вазочка. Очень интересно сделанная, такая шершавая глина. Внутри она глянцевая, глазурированная. А снаружи такая, как будто природная. И на ней настоящие какие-то листики. Мне вообще так кажется, что какие-то листики сюда привязали. Знаете, как яйцо, когда красят, привязывают листочки, разные веточки. Потом это все отпечатывается так и здесь. Так здорово выглядит. Потрясающе просто. Очень красивая. Всегда хороший подарок, например, если хотите. Вот такая яблочко-шкатулка. Тоже глиняная. Я даже знаю, кому я ее подарю. И два мелких кувшинчика. Можно на кухне использовать, например, под бальзамический уксус, предположим. Под оливковое масло. Такие симпатичные. И тарелочка тоже глиняная. Вот это сочетание синего. Синего и такого коричневого, таракотого. Всегда очень хорошо смотрится. Очень мне понравилось. Просто не смогла пройти мимо. И думаю, что можно, например, вот эти кувшинчики поставить на эту тарелочку. Они тоже будут как-то очень хорошо смотреться и сочетаться. Вот на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok